В этот период ЕСС не зафиксировал изменение интереса к политике. Политизированность россиян не увеличилась, ну, по крайней мере, с точки зрения ЕСС. Так это или нет, другой вопрос. Посмотрим на следующую переменную. Неинтервальную. Возраст. И переменная интервальная, поэтому здесь применимы все три меры средней тенденции. Квартли применимы, стандартное отклонение здесь применимо. Для более ранней выборки мы имеем очень длинную табличку. Мода является 25 лет. То есть у нас достаточно молодое с точки зрения моды населения России. Если, конечно, база ЕСС репрезентативна по России. При этом средняя 46 и медиана тоже 46. Поскольку самый чувствительный из этих трех мер является средняя арифметическая, поэтому она заслуживает наибольшего доверия. То есть, нет, наше население не является таким уж молодым. Средний возраст 46 лет. И медиана поддерживает данную точку зрения. Мода, да, она противоречит существенно, но она гораздо менее чувствительна, поэтому она в данном случае для нас не играет роли. Стандартное отклонение 18,4. Если бы у нас было бы нормальное распределение, мы могли бы применить правило трех сил. Здесь у нас ненормальное распределение по возрасту. По возрасту обычно не бывает нормального распределения. Поэтому в данном случае мы его не применяем. Квартирный разброс составляет 31 год. Посмотрим, как изменилась ситуация через 2 года. Средняя чуть-чуть упала, медиана чуть-чуть упала. Вот и наоборот чуть-чуть выросла. Опять же, мы ориентируемся на наиболее чувствительную меру средней тенденции. То есть, на среднюю рифметическую. Если мы посчитаем доверительный интервал для среднего, для чего тоже есть формула, мы убедимся, что не произошло существенного изменения статистически значимого возрастом по среднему.